Да, крутым редактором персонажа сейчас уже никого не удивишь, но интерфейс здесь будет максимально удобным, никаких ползунков и всего такого, все интуитивно понятно. В Fallout всегда была очень годная атмосфера, но сцена начала войны удалась здесь особенно хорошо. В Нью-Йорке и Пензенвене, мой Бог! Мы... мы должны идти к вальту! Сейчас! У меня, Шан. Пойдем! Это значит, что ты, эээ, два лет назад к вечеру! Что? Меда? Да, конечно. Я... Мне нужна минута, чтобы подумать. Главный герой заговорил своим голосом? Вот это сюрприз! В третьем Half-Life заговорит Гордон Фримен, не иначе. Педобир с миниганом. Я знаю, вы хотели от игры именно этого. Что? Нет? Нет? Тогда вот вам плюшевый медведь, отрывающий головы. Графика приятная, левел дизайн и арт-дирекшн доставляют максимальное визуальное наслаждение. Если вам не хватает полигончиков, скатертью дорожка в Crysis. Будете считать полигончики до конца жизни. Игра, по вашему желанию, превращается в симулятор бомжа. Все, что валяется под ногами, можно взять с собой и использовать с пользой для человечества. Оптический прицел из скотча и глобуса? Надеюсь, я смогу скрафтить термоядерную бомбу из фонарика и упаковки хлопьев. Бейсбольная бита с лезвиями. На 30% больше любви к человечеству. Ребят, из лазерного пистолета можно сделать длинноствольную лазерную винтовку с оптическим прицелом. Как вы думаете, экран туда можно будет присобачить? Пишите в комментариях. Ну, не знаю как вы, а когда я буду по вечерам выходить из своей уютной крепости, чтобы разбить головы парочки супермутантов, я буду делать это в подобающей одежде. В игре теперь настоящая силовая броня. Это не кусочки инвентаря, как было раньше, а самый настоящий экзоскелет. Теперь вы можете его собрать и прокачать, как вам нравится. Слушай, бронеплиты захромируем, сделаем подсветочку, занызаем, короче, все куку нормальных пацанов. Реактивная тяга вашего пукана после очередного фаталити от Когтя Смерти теперь не будет пропадать даром. Все становится лучше, если добавить взрывающихся вертолетов. Дирижабли, я не знаю зачем они нужны, но выглядят круто. И да, они тоже взрываются. Субтитры сделал DimaTorzok